С 1936 года здание католического костела на Салтыково-Щедрюна принадлежало художественному училищу. Здесь было студенческое общежитие, временное жилье для приехавших из Петербурга преподавателей, творческие и учебные мастерские. Учебный процесс художников в этом здании завершился 1 августа. С 1 сентября костел передали католической общине Рязани. Студенты и преподаватели попрощались с мастерской необычно. Устроили выставку «Прощание с Чедринкой». Здесь живопись рисунок проходил в этих стенах. А на композицию исключительно мы шли туда, на «Щедринку». И вот этот путь от училища до «Щедринки» для меня был очень важен. Потому что «Щедринка» – это не просто здание костела, это улочки, улица «Щедрина». Вот это самое главное, что мы переступили порог чисто учебного рисования архитектуры и сделали творческий проект. Каждая здесь картина насыщена своим личным отношением к этому зданию. Студенты изобразили здание костела на полотнах. Летний пленэр посвятили как раз этому событию. Для меня она заполнилась как такое старинное, уютное, какое-то маленькое, небольшое помещение, в котором царит какое-то искусство и в котором можно реализовать как-то себя. Кроме художественного, сегодня в училище состоялась презентация и фотопроекта, который студентка четвертого курса Полина Бочарова посвятила передаче костела. Она запечатлила здание костела в первую очередь как художественную мастерскую. Люди называют это по-разному. Есть энергетика, возможно, кто-то называет это энергетикой, кто-то называет это просто каким-то ощущением, атмосферой. Нужно было поймать эту фишку и запечатлить, и сделать из этого не просто работу, работу, которую не стыдно показать на выставке. И помимо всяческих технических сложностей, с которыми пришлось столкнуться, это плохая освещенность, потому что это узкие коридоры, это темные помещения достаточно. Помимо этого еще и нужно было очень четко и очень точно передать и не наврать перед теми людьми, которые там провели очень много лет. Костел построили в 1894 году на средства католической общины, которая тогда была довольно многочисленной. Основную часть прихода новопорочного зачатия Пресвятой Девы Марии составляли поляки. Но после революции и гонений на церковь община сократилась. А в 1935 году решением НКВД храм закрыли. Опустевшее здание передали Рязанскому художественному училищу. С середины 90-х католическая община Рязани стала просить храм обратно. А в 2010-м вышел закон, в котором четко сказано, что здание и объекты религиозного назначения нужно вернуть прежним владельцам. Алена Куколева, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».